Вы все, потому что здесь люди все, которые окончили те или иные учебные заведения, большинство, наверное, высшие, кто-то колледж, но тем не менее вы побыли, знаете, что такое студенческая жизнь, когда ушли от мамы, от папы, беззаботная жизнь, живешь только на сессии и работаешь, а потом дальше опять живешь. Потом у вас началось первое рабочее место. Вы почувствовали отношение своего руководителя к вам, почувствовали, как относятся люди, которые вместе с вами работают. Вы поняли о том, что нужно на любом рабочем месте проявить себя и доказать о том, что ты знаешь, что ты умеешь, показать своим примером, каким образом нужно двигаться. В этом, вот здесь, наверное, присутствуют в этом зале, я надеюсь, самые активные люди районов, молодые люди районов, которые хотели, опять же, пообщаться на этом же форуме, друг с другом узнать друг о друге больше, а вдруг когда-нибудь даже что-то и объединиться в одно целое, как это так называется, когда одно целое, это семья, да, а вдруг познакомится и кто-то после этого когда-нибудь в жизни соединит свои сердца. Это тоже приятно, это тоже результат. Но самый главный результат форума – это общение наше с вами и вы между собой. Я надеюсь, в процессе разговора я постараюсь емко и полностью рассказать вам, или подсказать даже, каким образом можно идти по жизни, что нужно делать для того, чтобы добиться результата. Самый главный ответ на этот вопрос – можно просто одним словом – трудиться. Если ты будешь трудиться, естественно, тебя заметит руководитель, тебя увидят другие люди, тебя увидят сослуживцы, и они в любом случае, кто-то позавидует, а кто-то подскажет, как нужно, что нужно, и как дальше жить, и что делать. Но к конкретным вопросам мы сейчас перейдем, да, здесь тоже представительное сегодня предвидиум, да, то есть представительный такой тоже могут ответить на массу вопросов более профессионально, потому что у меня, ну, раньше было более, хотя руководителем в основном был, но направление всегда более было такое вот, сельхозное, да, но тем не менее, приходилось сталкиваться, когда будучи председателем исполкома, с разного рода вопросами, в дальнейшем даже проявлялись и свои идеи, подсказывать, и с молодежью встречался, тоже на уровне района, поэтому, в принципе, жизнь знаю изнутри, а из наружу, поэтому я готов к общению. Пожалуйста, задавайте. Вопрос. Что нужно молодому инициативному человеку для того, чтобы открыть свое дело, и, ну, какие шаги нужно первым предпринять, чтобы что-то начать? Спасибо. Добрый день еще раз. Молодому инициативному человеку в первую очередь необходимо образование, любое. То есть, необходима профессия. После этого, когда он освоит что-то, научится что-то либо делать, либо станет инженером, либо прекрасным токарем, либо делевообработчиком, ему будет необходимо появление какой-то идеи, которую он захочет осуществить. Либо самому осуществить, либо с набором, с коллективом, но желательно, конечно, единомышленников. Потому что на сегодняшний день бизнес – это коллективное творчество. Как правило, на любом этапе вы все равно столкнетесь непосредственно со специалистами, либо это будут консультационные услуги, то есть вы должны будете их получить, например, в центрах поддержки предпринимательства, либо это будут бухгалтерские услуги, либо юридические услуги. Но все равно один вы при всем вашем стремлении. Вы не сможете начать дело, не общаясь с людьми, не общаясь с другими специалистами. Вы посмотрели эти списки, которые предоставил нам область Попом, и приятно удивлены, что многие из вас – это выпускники нашего университета. Я думаю, что даже за те несколько лет, когда вы выпускались, уже университет достаточно много чего достиг. Буквально за последние два года мы стали занять третье место в Беларуси по экспорту образовательных услуг. Вы знаете, что в нашем университете мы в Беларуси занимаем третье место по подготовке иностранных студентов. На сегодняшний день у нас почти 1500 только иностранных студентов. Можно провести, например, курс источника ведения. Ну, то есть, например, для юристов. Ну, я, наверное, вас все-таки приглашу поучаствовать непосредственно в процессе, потому что это будет интереснее, чем вы просто меня послушаете. Давайте представим все-таки быстренько вот так вот. То есть книги у нас, конечно, разные. Вот если здесь подойти... Вообще самая старая считалась до недавнего времени, 1801 года. То есть ей больше 200 лет посчитается, да? Это учебник, это начальное основание опытной физики, 1801 год. Но на данный момент у нас на стадии обработки подарены книги 1785 года. То есть эти книги вот их обрабатывают, наши библиотеки переводят в базу, то есть заглавия, ключевые слова и так далее. То есть они сюда придут. Вот это дар нашего магистранта, который сейчас уже работает преподавателем. Ну, в общем, очень интересные вещи. Давайте мы с вами поучаствуем в том, что мы делаем в нашей ежедневной работе. Подойдите на эту страницу. То есть когда-то ее потеряли и вручную на старославянском восстановили. То есть это все для историков и для юристов ценный источник информации. То есть они получают эту информацию. Вот те, кто подошел и кто решил поучаствовать, все-таки я хочу вам задать это задание. В этой книге нету, нигде не прописан год издания книги. Но ваша задача разгадать мою загадку. Приблизительно, когда была напечатана книга. Что будем делать? Ну, белым будем подоконник делать или как? Нет, пусть же он будет белым. Спасибо. 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 Продолжение следует...